Телеканал Правда ТВ представляет итоги дня в студии Дарья Сударева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Надел маску, угрожал пистолетом и украл деньги. Ульяновские полицейские задержали подозрительного парня. В селе Еделево Кузоватовского района построили офис врача общей практики. Ульяновский депутат подарил димитровградским спортсменам окна. Детей кормить бесплатно, учителям прибавить по 5000 рублей. А самым важным на неделе нацпроекта образования. Попался преступник на днях. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. А сам криминальный случай произошел в конце января в офисе микрофинансовой организации на улице Хрустальной. Как показывает камера наблюдения, вечером в офис ворвался человек в маске и, угрожая предметом, похожий на пистолет, похитил из кассы около 30 тысяч рублей. После просмотра видео с камеры сбора улик, полицейские отработали пути отхода злоумышленников и направили ориентировки на мужчину всем наружным службам полиции. В результате комплекса проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по железнодорожному району города Ульяновска задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 20-летний неработающий местный житель. После просмотра видео с камер и сбора улик, полицейские отработали пути отхода злоумышленника и направили ориентировки на мужчину всем наружным службам полиции. В Ульяновской области завершен еще один тематический год, посвященный науке и изобретательству. Его итогом стала не только популяризация образа изобретателя, но и представление инновационного потенциала области на федеральном уровне. Итоги тематического года подвели на фестивале науки в Техническом университете. В Ульяновской области завершили год изобретательства и инноваций. За это время проделана огромная работа, проведено более 200 мероприятий, направленных на поддержку технологического развития, участие в пилотных проектах, внедрение изобретений, открытие Центра интеллектуальной собственности. Все это бесценный опыт, который готов взять на вооружение вся страна и даже весь мир. По признанию многих мировых экспертов, Российская Федерация или Советский Союз – это самая изобретательная страна в мире. Может быть, это связано было с тем, что у нас были какие-то ограничения в бытовом плане, поэтому наше население, ну, фактически было вынуждено, наверное, изобретать. Но сейчас эта жилка, она сохранилась. У нас очень много талантливой и молодежи, и людей старшего возраста, которые сегодня именно творят. Творят в научно-технической сфере. Продолжит развиваться сфера интеллектуальной собственности. Огромную работу и правильность обозначенных проблем и решений в этой области признают даже федеральные эксперты. Опыт нашего региона считают уникальным. Ведь именно в Ульяновской области создаются новейшее программное обеспечение. Именно здесь придумали и производят прибор «Эталон», который позволяет любому автовладельцу знать абсолютно все о судьбе своего автомобиля, где бы он ни был. В этом плане Ульяновская губерния, Ульяновская область, ну, номер один в России, потому что это первая столица изобретательства в России. И вот быстро пролетел этот год, жаль, что он заканчивается. Но я думаю, что год заканчивается, и как бы на будущий год будет, может быть, другая столица изобретательства. Но как была ульяновская губерния столицей изобретательства, Как она показывала пример всей стране, так я думаю, что и будет она лидером в этих всех вопросах. В каждом смартфоне есть излучатель поверхностных волн, открытый академиком Гуляевым. Изобретение профессора Кондратенко – сенсорный экран устройства. Без этих составляющих неотъемлемый атрибут современного человека был бы просто невозможен. Сделать так, чтобы каждая светлая мысль приносила пользу прежде всего России и региону и был призван год изобретательства. Президент России в послании Федеральному собранию отметил это направление развития как важнейшее. И Ульяновский регион оказался не только пилотным, но и смог стать флагманом в этом процессе. Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ. В селе Еделево Кузоватовского района фельдшерско-акушерский пункт закроют уже в этом месяце. Рядом с ним откроется новый офис врача общей практики. Всего же в этом году планируется обновить около 15 ФАПов и один офис врача общей практики. Павел Половов с места событий. В селе Еделево Кузоватовского района работу фельдшерского пункта решено усилить офисом врача общей практики. Это позволит в разы увеличить доступность и качество медицинской помощи. Более тысячи человек теперь не будут иметь проблем с получением медпомощи. Здесь проживает около 760 человек в селе Еделево и близлежащий у нас населенный пункт это Никольское. Там около 400 человек проживает. Вот основная задача. Ну и на данный момент у нас ведется лицензированное данное помещение. Я думаю, что до середины февраля месяца получим лицензию. Будет завезено сюда медицинское оборудование. Здание отапливается газом, поэтому не придется держать два истопника, как в старом ФАПе, где прежде чем начать работу, нужно было наколоть дров и истопить печки. Фельдшер очень рада новому зданию и прочим реформам. В новом ФАПе будет палата дневного пребывания. Население у нас стареет, не каждый имеет возможность поехать в районную больницу. Ну тяжело, конечно, на автобус ехать, не каждый имеет свой транспорт. Тут пришел, прокапался, немножко полежал и дома уже. Вот поэтому. У нас раньше не было ЭКГ там, не делали ЭКГ. Здесь ЭКГ будет. Доктор не каждый раз сюда приезжал, раз в месяц. А сейчас свой доктор будет. Место, где располагается нынешний ФАП, когда-то было школой-интернатом. Помещение, мягко говоря, не приспособленное. Оснащение помнит еще Леонида Ильича Брежнева, если не Хрущева. Выглядит все это весьма печально. Для местных жителей нет различия между ФАПом, авопом, клиникой и поликлиникой. Для них все это больница. Место, где можно вовремя получить медицинскую помощь. В новом здании многие уже побывали. Открытие, которое строится в середине февраля, с нетерпением ждут все. Мы очень ждали, когда нам построят новый ФАП, потому что это здание больницы уже старое. Нет условий. Нам поставили больницу, там светло, тепло. Новое оборудование нам поставят. Придет доктор. Нас все устраивает. То есть хотим новую больницу. Кроме строительства стационарных медицинских пунктов, в регионе будут приобретаться передвижные медицинские комплексы. Всего до 2024 года будет закуплен 31 мобильный комплекс разной комплектации. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Улл. Правды. ТВ. В Ульяновске стартовала неделя нацпроекта образования. Чего хотят добиться сотрудники Минобра и чем занимаются в Центре медицинской социальной помощи развития? Узнайте в материале Виктории Черковой. Родителям и детям помочь. В Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи развития проводятся курсы в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Проект включает в себя тренинги, лекции и консультации для родителей и детей. Центр развития функционирует на протяжении 10 лет. В штате специалистов есть и медики, и соцработники, и учителя. Они сопровождают детей с особенными образовательными потребностями и проблемами здоровья. На данный момент новые оздоровительные программы проводятся за счет грантовых средств, полученных в 2019 году. Мы уже освоили средство гранта за 2019 год. Это было 7,5 миллионов. В рамках этого проекта мы оказали 20 тысяч услуг. У нас работали 60 специалистов. Все специалисты пришли специальное обучение по дополнительной программе. На момент визита нашей съемочной группы в Центре символично дали старт тематической неделе нацпроекта образования. Представителями НОБРа будут проводить форумы и дискуссионные площадки. Разумеется, одними обсуждениями нацпроект в жизнь не воплотить. Сотрудники министерства утверждают, исполнение указов президента можно увидеть не только на бумаге, но и на практике. Строим школу, открываем школу в Теренгольском районе. Мы завершаем оснащение школы в Заволжском районе, которая у нас более тысячи мест. И она будет введена в действие 1 сентября текущего года. Мы открываем 42 точки роста для детей, которые позволят проводить уроки технологии. Обеспечить бесплатное питание для младшеклассников, поднять зарплату учителям на 5000 рублей. Быстрые и эффективные способы воплощения этих идей обсудят на круглых столах тематической недели. 178 мероприятий будут направлены на улучшение обстановки в региональной сфере образования. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ. Ульяновский депутат подарил димитровградским спортсменам окна. Речь идет о центре спортивного и боевого самбо, открывшегося в микрорайоне «Олимп» в 2018 году. В конце 2019 года здесь впервые побывал губернатор Сергей Морозов. Тогда-то и возник вопрос о необходимости срочной замены оконных блоков в спортивном зале центра. Спортсмены пояснили, своими силами заменить окна не могут, просто нет денег на это. Глава региона поручил решение этой проблемы депутату законодательного собрания Владиславу Мартынову. И вот спустя три месяца здесь уже завершаются работы по установке оконных блоков. Ремонтные работы завершатся в ближайшие дни. Центр самбо будет готов снова принять юных спортсменов. Они не получают зарплату, а их профессии не учат в институтах. Однако это никак не смущает поисковиков, людей, занимающихся поисками падших солдат. Для ветеранов СИН Владимира Рудакова поисковая деятельность давно переросла из хобби в дело жизни. Оружие времен Великой Отечественной войны – патроны обмундирования. В коллекции поисковика Владимира Рудакова больше тысячи уникальных экземпляров прошлого. Поисками каждого он занимался лично. Владимир много лет проработал в службе исполнения наказаний, но еще со школы увлекся поисковой деятельностью. Вместе с другими поисковиками объехал всю Россию. В первый класс пошел, у нас были очень хорошие преподаватели тех времен. Это именно по НВП и по географии. Они сами прошли Великую Отечественную войну, принимали участие, освобождали нашу родину. И также брали Берлин. И вот они много чего рассказывали. В доме в Ясашной Ташле Владимир хранит большую экспозицию своих находок. И это не только экспонаты военных лет. Некоторые предметы быта датируются третьим веком. Битая посуда – это где-то третий-четвертый век. Это сарматы. Это было найдено на Кубани. Там, где я сам с Кубани, с этих горшков и началась вся наша история. Рядом с горшками и военная атрибутика Древней Руси IX века – шлем, кольчуга и меч. Главной своей находкой поисковик считает уникальную пряжку «Рыжий таракан», датируемую VII веком. Находка была найдена в деревне Кивать. Вот ни у кого в Ульяновской области, даже в музеях, такой пряжки нет. Она из кожаной сумки была, и на этой кожаной сумке должно было быть две этих пряжки. Ну вот я только одну нашел, вторая может где-то рядом лежит. Но факт то, что она символизировала «Рыжий таракан» – символ богатства. С Кубани Владимир привез и оружие времен Кавказской войны XIX века. Пули, наконечники стрел, черкесский кинжал, турецкое ядро. Наш герой – постоянный участник акции «Вахта памяти», где поисковые группы выезжают на те места, где проходили битвы времен Второй мировой войны, чтобы разыскать останки солдат, которые погибли на поле боя. Благодаря своему участию экспозиция Владимира пополнилась военным оружием. Винтовка и ППШ были найдены под Ленинградом. Удалось собрать полное обмундирование советского солдата 1941 года – шинель, гимнастерка, балаклава, перчатки и каска. Также Владимир собрал большую коллекцию вещей немецких солдат – талоны на еду, продать эстаты, фотографии и даже пропуски в плен, напечатанные на русском языке. Поисковик – это не только призвание. Поисковиком может любой стать. Главное, чтобы у него в душе это все было. Именно за свою родину, за свой народ. Потому что, как говорится, пока последний солдат не найден, война у нас не закончена. Со своей выездной выставкой Владимир ездит в школы, колледжи и университеты. Знакомит подрастающее поколение с бытом наших предков, рассказывает об интересных случаях из своей практики. В День Победы Владимир вместе с женой планирует организовать в центре Гессашной Ташлы большую экспозицию, полевую кухню с солдатской кашей и даже реконструкцию боя. Дарья Сударева, Юрий Конихин, Новости, Улправда ТВ. Скоро православные верующие увидят жемчужину Симбирской митрополии – храм Казанской иконы Божьей Матери в Жадовском монастыре в новом цвете. В храме началась внутренняя роспись. Только на первом этапе художники-иконописцы распишут площадь объемом в гектар. Уникальные кадры, которые совсем скоро станут историческими, в нашем репортаже. В центральном храме Казанской иконы Божьей Матери в Жадовском монастыре началась внутренняя отделка. Сам храм построили еще в 2009 году. Однако все это время, вплоть до наших дней, храм считался недостроенным. У монастыря не хватало средств, чтобы заказать дорогостоящую внутреннюю роспись. Как долго шли мы к этому делу? Ну, конечно, да, зачастую бывали стеснены в средствах. Но сейчас, слава богу, появилась некоторая возможность такая в связи со спонсорством. Вот. Решили реализовать ту мечту, которую почти что 20 лет назад, когда мы начали строить этот храм. Вот сейчас через 20 лет расписываем храм. Проект росписи храма был изготовлен еще 14 лет назад. Притворять его в жизнь монахи Жадовского монастыря пригласили мастеров из города иконописцев в Палях Ивановской области. Первый этап – роспись алтарной центральной частей храма – это тысячи квадратных метров. Причем многие работы проводятся на высоте до 20 метров. Для этого поставили специальные леса. Каждый заказ ответственный, неважно он простой или там нагруженный. У нас говорят, чем проще, тем сложнее бывает это делать. Пишем мы как бы в нашем палецком стиле. Ну, единственное, может, особенность, что, так скажем, палецкий стиль предусматривает такую некоторую витьеватость, а у нас она такая спокойная. На первый этап десятерым мастерам-эконописцам выделили три месяца. Они должны закончить работу к Пасхе. Чтобы уложиться в срок, художники трудятся по 12 часов в сутки. Каждая линия, каждая деталь прорисовывается отдельно. Краска калибруется, а уже потом идет в дело. Этапов много, и каждый из них трудоемкий и кропотливый труд. Делать свою работу, чтобы в этом году светлый праздник Воскрешения Господня был особенным для насельников и паломников Жадовского монастыря. 11 февраля в Ульяновской области ожидается переменная – облачность без осадков. Температура воздуха днем составит 5 градусов со знаком «минус». Ветер юго-западный – 6-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Управда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова